Мы сейчас поговорим про Яндекс, в первую очередь, со Светланой Рейтер, журналисткой. Здравствуйте, Светлана! Здрасте, да, извините, я не знаю, насколько я нормально выгляжу, но окей. Вы выглядите отлично и слышно вас хорошо. Это самое главное, чтобы хорошо было слышно, да. Возможно, мне надо как-то двинуть камеру на себя, но окей. Ладно, давайте. Да, хотела у вас спросить про поводу Яндекса. Мы видим последние два с половиной месяца практически, как происходит, да, действительно, как вы говорили, исход сотрудников, как происходят репутационные скандалы, связанные с освещением войны. Как вам кажется, мы в итоге столкнемся с ситуацией, что Яндекс, в принципе, поисковики, новости, дзен и так далее не будут отличаться от каких-то каналов госпропаганды и государственных СМИ? Или все-таки есть шанс у Яндекса определенную независимость сохранить? Ну, слушайте, мне бы хотелось думать, что определенную независимость Яндекс может сохранить, но последние события показывают, что, то есть это вполне официально, что Яндекс.Дзен и новости отойдут корпорации ВКонтакте. Ну, и тогда, в общем, прогнозов никаких делать не нужно. Это будут такие совсем-совсем официальные новости, ни шага вправо, ни шага влево. Вот. Ну, это довольно печально, но, как бы, хочется сказать, наверное, предсказуемо, учитывая то, что у нас происходило с медиа в последнее время, и особенно то, что происходит в последние два с половиной месяца. А в какой момент произошел этот перелом? Ну, то есть мы понимаем, да, когда медиа, например, независимые кем-то покупались, но мы при этом видим, как медиа сохранили свою независимость, да, их признали агентами, развалили что угодно. С чем связано, что Яндекс в итоге к этой точке пришел? С какими-то компромиссами на каждом этапе маленькими? Или с чем? Ну, смотрите, здесь есть две вещи. Здесь есть компромиссы, и здесь есть закон. Есть закон об агрегаторах, который не позволяет Яндексу показывать незарегистрированные в России СМИ. Этот закон есть, и, в общем, Яндексу от него никуда не деться. Если мы говорим о компромиссах, значит, некоторую часть моей статьи занимает, ну, условно, значит, это один спикер так его назвал, белый список, да, и, в общем, это приклеилось. На самом деле, смотрите, это список СМИ, которые давали заголовки, из которых брались заголовки для новостных сюжетов, да. Мы представляем себе, как выглядит главная страница Яндекса. На ней есть такой условный раздел, который называется «Сейчас в СМИ». И вот этот раздел «Сейчас в СМИ» — это такой условный или безусловный список топ-пятерка новостей на главной странице. Значит, каждая позиция в этом списке, да, это новостной сюжет. А новостной сюжет формируется из разных всяких СМИ, да, но заголовок для этого сюжета берется из списка, в котором только 15 СМИ. Понятно, да? То есть, ну, условно говоря, до какого-то времени, ну, даже, может быть, до какого-то условно последнего времени, в этот сюжет, в сам сюжет. То есть, когда вы кликаете на заголовок, вы проваливаетесь в сюжет, понимаете, да? Значит, и вот в этом сюжете вы могли видеть «Эхо Москвы», «Новую газету» и какие-то еще издания. Но на главной странице Яндекса вы их заголовков не видели. Я понятно объясняю? Да, 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 конечно, конечно, понятно. Это просто очень важное уточнение. В какой-то момент мне это было важно, как журналисту, мне дали посмотреть список, который отправляли, насколько я понимаю, если верить моим источникам, в администрацию президента. Там 30 позиций в этом списке. Я думаю, что это список примерно 2014 года. И там есть, конечно, совершенно удивительные вещи. То есть, все издания, ну, большинство, окей, большинство изданий, Ре-Новости, Интерфакс и Тартас и всякое такое, они действительно очень цитируемые. Вы с этим ничего не сделаете, да? Там российская газета очень цитируемая. Но там есть издание «Регнум», которое тоже условно цитируемое, ну, на каком-то приличном уровне. Но есть информагентство «Взгляд» и есть, например, «Лента.ру». Я так понимаю, это «Лента.ру» уже после того, как мы там все перестали работать, ну, когда оттуда ушла там Галя Тимченко, Ваня Колпаков и мои теперешние начальники «Медузия». Вот. И вот у них, как бы, рейтинг, да, грубо говоря, внутренний, индексовый, был гораздо ниже, чем у «Эхо Москвы». Был сопоставимым с «Дождем», был сопоставимый с «Русским Фарбсом». И вот это, конечно, для меня было таким подтверждением. И, ну, то есть, как бы, можно, наверное, себе объяснять, что, ну, в основном же СМИ, которые дают заголовки, они же правда цитируемые, да? Там «Ре-Новости», «Российская газета», «ТАСС», «Интерфакс», они же правда цитируемые. А то, что туда не попали еще какие-то цитируемые, там, независимо, ну, вот, ну, бывает, да? Ну, почему нет? Ну, масса-то цитируемая, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, очень сложно эту проблему разделить. Мне кажется, что она такая, ну, как бы, общая, да, что с одной стороны происходило такое сначала медленное, а потом ускоренное выкорчевывание независимых СМИ, да, такое официальное, законодательное. Плюс к этому компания шла на компромиссы из серии... Ну, окей, хорошо, давайте аккуратно сформулирую. По словам моих источников, компания шла на компромиссы, да, и это видно, значит, в некотором изначальном рейтинге, и в том, что в итоге попало в заголовки, да, когда, ну вот, а их Москвы и дождь, ну, вот, нет, понимаете? Понимаю, да, это интересно, на самом деле, как работают алгоритмы, и какое место здесь человеческий фактор имеет. Человеческий фактор? А что вы имеете в виду по человеческим факторам? Фактор владельцев Яндекса, сотрудников Яндекса? Да, владельцев, ну, то есть такое политическое, идеологическое решение как раз по поводу включения, не включения вот этого СМИ из второго списка, да, ограничения в новостях каких-то. Я не знаю, я не говорила с владельцем на эту тему, я честно вам скажу, я честно не говорила, я знаю, и это, в общем, ни для кого не секрет, это вторая статья, которую я написала про Яндекс, первую я писала в издании РБК, и как раз тогда, ну, в общем, все было более-менее ничего, это был какой-то тринадцатый, если я не ошибаюсь, год, и я знаю, что на Яндекс действительно оказывалось давление, что у них постоянно просили доступ к интерфейсу разные всякие важные люди, вот, и я знаю, что до поры и до времени им удавалось отбиться, а дальше они шли на какие-то компромиссы, да, очевидные. Почему они на них пошли, ну, я не знаю, я думаю, что тут очевидное такое объяснение, что, ну, как бы, ну, это же бизнес, это Россия, но по-другому его не построишь. При этом я все время говорю, что Яндекс, ну, изначально был такой очень либеральной компанией, там работала, там, куча моих знакомых, я об этом не написала, потому что, ну, как-то там при сокращении вылетела или просто это была какая-то пятая итерация, но еще во времена, когда там был Илья Сиголович, каким-то проектом там занимался Леонид Волков, каким-то проектом, связанным со стартапами, и он, в общем, как-то об этом даже рассказывал, да, то есть это была такая действительно очень такая либеральная, свободная компания, и именно поэтому очень обидно то, как это получилось. Ну, вы понимаете, там сотрудники ходили на митинги, да, и в том числе на антивоенные митинги сейчас, и это какой-то, ну, какая-то, как это принято говорить, дихотомия, да, то есть с одной стороны ты ходишь на митинги, а с другой стороны ты работаешь в компании, где на морде, да, на главной странице нет войны, а есть спецоперация. Ну, там просто вот, если вы сейчас на вскидку откроете топ-5 сейчас в СМИ на Яндексе, то, ну, вы поймете, что это такая одна сторона медали. А хотелось бы видеть все, понимаете, если мы говорим про новости, то хочется видеть все, что происходит, ну, как бы полную картину. Вот, и тут уже даже не столько важно, почему это произошло, но, ну, как бы важно, что это произошло в принципе, что очень хорошую частную компанию, как бы, ну, вот ползучим таким образом превратили в государственную компанию, ну, в государственную в каком-то условном смысле, да, такую правильную подкрученную компанию, и сделано это было как официально законодательно, так и неофициально договорниками. Вот, это печально, на самом деле очень, вот. Да, действительно, я тут с вами соглашусь, у меня тоже, ну, на более низовом уровне большое количество знакомых в Яндексе, это как будто бы два каких-то параллельных мира, особенно тот Яндекс, который не связан, да, с новостями и поисковиком, а тот, который связан, не знаю, с образованием, со стартапами, действительно, и с сервисами разными. Вот насколько вообще, ну, ваше мнение, я не прошу говорить, конечно, за людей, которые в Яндексе работают, но просто ваше мнение, насколько это вообще возможно, даже если это другой совершенный мир, который не пересекается, да, и в нем все прекрасно устроено, отличные взаимодействия, система выстроенная, да, уважать человеческий труд и все остальное, продолжать абстрагироваться от того, что другая сторона этого Яндекса, к которому ты не имеешь отношения, она вот таким образом сейчас существует. Ну, мы видим это, и я это знала, и вы это знали, особенно если у вас там знакомые, ну, как бы я это знала задолго до статьи, что люди стали уходить, люди стали уезжать. То есть сейчас с этим жить уже многим людям невозможно. Ну, то есть я получала какие-то комментарии после этой статьи, были комментарии за, были комментарии против, причем от сотрудников Яндекса, что было очень ценно, да, то есть кто-то писал, все точно, все так и есть, я как раз работаю в Яндексе, а кто-то писал, а я считаю, что новости нормально отработали, а я считаю, что нет каких-то причин, но массово люди, с которыми я разговаривала, да, ну, то есть там доходило до смешного, я звоню человеку, я знаю, что он работает в Яндексе на достаточно хорошей, важной позиции, у него все было прекрасно, я ему звоню, он говорит, ты знаешь, я передаю дела, я звоню еще одному знакомому в Яндексе, ну, вот просто по записной книжке, да, говорю, как дела, вот я ухожу через месяц, да, вот сейчас ищу себе работу, дорабатываю две недели и ухожу. И так было, ну, в большинстве случаев, начальники уходят, там, Елена Бунина написала всем письмо, которое первым процитировало издание The Bell, в котором она написала, что она не может жить в стране, которая воюет с соседями, и поэтому она уехала, и поэтому она не вернется. Но как бы Елена Бунина, это, ну, один из самых главных людей в Яндексе, при этом та же Елена Бунина на, значит, общем собрании, это очень важно, что это было именно общее собрание всех сотрудников Яндекса, когда ее спрашивали, можно ли вот сейчас закрыть новости, потому что, ну, вы смотрите, что происходит, да, Елена Бунина говорила, мы их закроем, через 10 минут Яндекса не будет. Никто не объясняет, почему его не будет, никто не пробовал их закрывать, да, но это такая мантра, которая говорится. И, конечно, ну, у меня один из героев статьи, Григорий Бакунов, который очень долго работал в Яндексе, там, до 18-го, может, даже до 19-го года, который был одним из самых первых яндексоидов, да, он говорит, вот я сейчас себе задаю вопрос, смог бы я работать в Яндексе где угодно, глядя на эту вот главную страницу, нет, не смог бы, я бы встал, я бы ушел. И, в общем, такая позиция, она, правда, у многих, потому что дело же не в новостном сервисе, мы понимаем, да, просто смотрите, тут еще важно, новостной сервис, то есть в сюжетах, грубо говоря, проваливаются 14 миллионов уникальных посетителей, да, дневная аудитория, а главную страницу Яндекса, то есть даже не проваливаясь в сюжеты, а просто видя эти заголовки, это аудитория, 37 миллионов человек, да, уникальных пользователей, дневная аудитория в марте, понимаете, огромная, огромная просто. Это громадная, это больше, ну, как бы все об этом говорили, это самая крупная СМИ страны, есть, действительно, я разговаривала с одной сотрудницей, значит, Яндекса, и она говорит, что действительно у них очень сильно выросли просмотры, и, в общем, в марте, и вот все такое, я говорю, слушайте, ну, вы понимаете, что у вас, ну, как бы 40 миллионов человек заходит и видит, что нет войны, есть какая-то непонятная спецоперация, может, мне не хочется вообще в этом разбираться, а если я буду разбираться, то я ткну на заголовок, провалюсь в сюжет, где мне, ну, особенно сейчас, да, при текущих СМИ, когда даже в сюжет, мы понимаем, да, не в заголовок, а в сюжет, какой-то там 105-й ссылкой не попадает ни эхо, ни новая, потому что их уже просто нет, да, и у вас вот 40 миллионов человек в день вот это вот едят, на что мне, значит, беседница сказала, вы знаете, можно же пойти и почитать телеграм-каналы. Я говорю, знаете, это очень здорово, это классное предложение, но вы что не допускаете, что есть аудитория, которая не в курсе, что такое телеграм-каналы, но которая в курсе, что такое Яндекс, понимаете? Вот, и это все, конечно, очень, ну, печально, но это правда печально. Я не могу сказать, что это там, ну, как-то отвратительно или как-то, просто это, ну, на самом деле очень, ну, как бы, правда грустная история, так бы я сказала. И такой еще немаловажный момент, что компания, ну, то есть не то, что какие-то, там, либералы, там, Дим Шиза, как раньше говорили, да, говорят, что вот Яндекс, там, мы обвиняем, вот это все. Понимаете, что это сейчас еще для компании плохо, там, с какой-то международной точки зрения, потому что генеральный директор компании Тигран Кудовердян, да, он попал под санкции по двум причинам, да, это вот, значит, он был на встрече с Путиным, вместе с другими статусными айтишниками, да, и как бы, и плюс, значит, бывший глава службы новостей Яндекса обвинил компанию в сокращении информации в войну и продавая ты дальше ВКонтакте, не продавая, эти два с половиной месяца, а тикают часы, да, то есть два с половиной месяца, через две недели будет три месяца, три месяца Яндекс показывает однобокую картинку по ряду причин, понимаете, ничего с этим не делая, вот, понимаете, это самое главное, Не могу тут не согласиться, я еще хотела добавить просто к тому, что вы сказали, что люди могут не просто не знать про телеграм-каналы, они могут знать, что они есть, но обычно, как, мне кажется, среднестатистический человек говорит, если этого нет по телевизору, если этого нет там сервиса, которым все пользуются, так это, ну, как бы, этому и верить нельзя, вот у них... Ну, конечно. Даже если они знают телеграм-каналы. Значит, это не происходит, ну, конечно, нет, ну, как бы, ну, значит, это вот так, значит, это... Ну, вы посмотрите сейчас там пятерку Яндекса, я не знаю, у меня компьютер далеко, но вот там 20 минут назад, когда я смотрела, там что-то было про вранье американцев, про то, что кто-то осудил, что Зеленский позвал Шольца, ну, то есть там как-то так все было очень, ну, Кадыров, вот это все остальное, ну, это довольно тревожно, ну, я не знаю, что же, как это, понимаете, если бы тут еще, простите мне, мою эмоциональность, да, но если бы это делал там, ну, ВКонтакте, да, никто бы не удивился, вот, честное слово. Ну, вот у вас там друганы работали, да, у меня там друганы работали, и это совсем обидно, понимаете? Да, действительно, причем очень талантливые, это вдвойне обидно. Очень, там прекрасные... Слушайте, там прекрасные программисты, там отличные сервисы, а я там, я большой поклонник быстроты была Яндекс.Поиска, который, ну, для меня объективно был комфортнее Гугла. Ну, вот смотрите, пятерка Яндекс.Новостей. Рогозин заявил, что Россию уничтожит НАТО за полчаса в случае ядерной войны, понимаете? Ну, как бы, ну, ну, ну... По спреда ЕС не достигли соглашения по санкциям против России. Минобороны России сообщил об уничтожении корвета ВМС Украины. Ну, и далее. Путин поздравил украинских ветеранов с Днем Победы. Я... я... ну... Ну, как бы... И первая леди США, Джилл Байден, встретилась с женой Зеленского, Еленой, в Ужгороде. Почему? Зачем? Да, ну... Как будто это какая-то, да, параллельная вселенная вообще. Абсолютно параллельная вселенная, где существует Рогозин, который говорит, что Россию уничтожит, НАТО, забыл что, почему, где вот... Ну, то есть, ну... Да, уже за ними не успевают официальные лица опровергать возможность ядерной войны, а там уже разогналась эта пропаганда, и штампуются тексты. Да, да, да. Я хотела еще вопрос. Он вообще возник, исходя из Яндекса, но в целом он более философский, да, про какие-то СМИ или, может быть, публичных людей и про тот же Яндекс. Есть такое мнение, что вот эти 10 минут геройства, да, когда ты откажешь власти с ними идти на компромиссы или напишешь то, как действительно есть, что они, по сути, ни на что не повлияют. Вот вы что на этот счет думаете? Так ли это? Слушайте, что я могу по этому поводу думать? Я журналист, я фиксирую реальность, да, если вы меня спрашиваете как человека, как человек, то мне кажется, было бы очень здорово, если бы Яндекс сделал то, что сделали многие СМИ, да, вот, ну, как бы они сказали, вы знаете, в стране цензура, значит, СМИ становится все меньше и меньше, поэтому мы писать не можем, мы закрываемся. Ну, как бы это, ну, понимаете, это сослагательное наклонение, ну, что значит не повлияли, их же не было этих 10 минут, понимаете, а может и повлияли бы, мы не можем говорить, потому что их не было, понимаете, закрытие, блокировка Эхо Москвы и новые газеты, да, для меня значит очень многое, просто дофига для меня значит, как для считателя, как для потребителя, как для их коллеги, понимаете. Я думаю, что для людей тоже значит это очень много, мы же не со всеми говорили, если бы эти 10 минут были, ничего бы не произошло, тогда одно, а их не было, вот что обидно, понимаете, ни 10, ни 5. Да, я с вами абсолютно согласна, спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Пожалуйста, пожалуйста, всегда, в любое время. Этот ролик, как и остальные видео на нашем канале Навальный Лайф, мы можем делать только благодаря вам и вашей поддержке. Подписывайтесь на канал и становитесь спонсором, нажав на кнопку под этим видео. Это безопасный способ поддержать нашу команду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!